Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. 12 мая прошло заседание Государственного Совета Чувашской Республики. Что думают представители политических партий, представленных в парламенте, о повестке дня сессии в нашем интервью? Григорий Владиславович, пожалуйста, прокомментируйте вопросы о повестке дня сегодняшней сессии. Какой вы видите вопрос основной? Может быть, есть комментарии по другим вопросам? Основной вопрос сегодня, конечно же, это исполнение бюджета Чувашской Республики за 2016 год. Бюджет был проанализирован, контрольно-счетная палата провела работу и тоже дала свою оценку исполнения бюджета. Могу четко сказать, что действительно цифры подбиты грамотно. К ведомству, к Минфину вопросов нет. Сколько доходов получено, на что они направлены и сколько чего освоено, указано четко. Но на самом деле есть ключевые проблемы и ключевые вопросы к председателю правительства Чувашской Республики, к министрам, которые должны заниматься конкретными направлениями деятельности. Вопросы есть, и о них сегодня я говорил. Это в том числе неосвоение денег, более 1 миллиарда рублей на дорожный фонд. С проблемами с дорогами мы сталкиваемся каждый день. Ездим, видим выбоины, видим колдобины, не можем проехать в сельские населенные пункты, нет дорог просто. Деньги на это федералы выделяют, нам надо научиться грамотно их осваивать. Еще выделил проблему Чуваш Автотранса. Долги у предприятий есть, они еще перешли с прошлого года, и здесь важна четкая и понятная позиция правительства. Раз предприятие государственное, то и государство должно помочь решить этот вопрос в обязательном порядке. И вопросов на самом деле много. Ключевая история в том, чтобы на таких заседаниях правительства, главы администрации районов и городов слышали мнение оппозиционных депутатов. Слышали эту критику, принимали ее, потому что признание проблемы – это первый шаг к ее решению. То есть это все вопросы, которые вас заинтересовали сегодня на сессии, или есть еще что-то в повестке дня, на что вы будете высказывать свою принципиальную базу? Еще важным моментом является сегодня утверждение о согласовании кандидатуры уполномоченного по правам человека. Это ключевой вопрос. Как ваша фракция будет голосовать? Вы знаете, здесь фрукционное решение не принималось конкретное. Здесь очень грустно понимать, что в этом случае выборы у нас пройдут безальтернативно. Больше нет кандидатов, лишь один кандидат. И отношение у каждого депутата к такой ситуации свое. Но я думаю, голосование покажет. Константин Олегович, ваш комментарий относительно сегодняшней сессии. Какие вопросы вы считаете основными? Основные вопросы сегодняшней сессии это принятие исполненного бюджета за 2016 год Чувашской Республики. И я считаю, что второй по важности вопрос стоит это назначение, а точнее согласование для того, чтобы представить уполномоченного по правам человека Российской Федерации нашего уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике. Что касается первого вопроса, фракция ЛДПР не поддержала принятие исполненного бюджета, так как нам кажется, что недостаточно эффективно средства были расходованы. В частности, Дорожный фонд у нас, там расходы всего, исполнение всего на 70 с лишним процентов. Конечно, министерство профильное нас убедили в том, что претензионная работа будет вестись. И те, кто виновен в этих нарушениях сроков и так далее, они будут наказаны. Надеемся, что это будет так. Действительно, у нас есть члены комитета по этим вопросам, которые будут этот вопрос контролировать. Что Минтранс будет теперь предоставлять эти отчеты ежемесячно 20 числа. Кроме того, есть частные случаи, о которых мы знаем, когда к нам обращаются избиратели, которые не считают, что бюджет удовлетворяет их потребности и защищает их интересы. А бюджет в первую очередь должен быть, как здесь было сказано сегодня в этом зале, министром профильного комитета, и профильным комитетом, и министром, что бюджет у нас для граждан. Ну и что касается другого вопроса, это назначение, точнее представление уполномоченного по правам человека из Чувашской республики. У нас тоже будет позиция, наверное, мы эту кандидатуру не поддержим, так как человек практически всю свою жизнь представлял органы правопорядка, то есть практически силовое крыло нашего государства. И мы считаем, что на данном поступке уполномоченного по правам человека все-таки должен быть человек, который является общественником, либо каким-то, может быть, политическим бывшим активистом, который сейчас имеет свободное время, желание и, самое главное, намерение защитить людей не только от каких-то там рядовых неурядиц, но в том числе иногда, к сожалению, и от произвола самих силовиков. Игорь Юрьевич, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю повестку дня. Вот какие основные вопросы и, наверное, вопрос об исполнении бюджета за 2016 год вы как-то будете комментировать? Да, конечно, вы правы. Самый важный вопрос на сегодняшний день, вопрос об исполнении бюджета Чувашской республики за прошлый год. И сегодня выясняется такая ситуация. Мы озвучивали нашу позицию, я имею в виду справедливой России, на публичных слушаниях. Те тенденции, которые мы обозначили, они подтверждаются. Почему? Потому что нам кажется совершенно неправильным методологический подход к освещению бюджетных вопросов. Надо давать вопрос в динамике хотя бы с 2011 года и таким образом на развернутых примерах давать тенденции, которые развиваются в Чувашской республике. Вторая важная тема – это, конечно же, вопрос о том, кто будет уполномочен по правам человека в Чувашской республике. И случилось так, что в повестке не обозначено о кандидатурах на пост руководителя этой важной структуры. Но на сегодняшний день подготовлена, как выяснится после ферражного заседания Комитета по законодательству, только одна кандидатура. Возражение против кандидатуры Ежеева, бывшего руководителя госавтоинспекции. Почему? Потому что он всю жизнь работал в исполнительной власти, он работал на определенные коммерческие структуры. И он ни разу не сталкивался с такой трудной, тяжелой и специфической деятельностью, как правозащита. И третий вопрос, который на сегодняшний день будет стоять, это вопрос о капитальном ремонте. Мы считаем, это принципиальная позиция уже не только нашей местной организации, это принципиальная позиция уже и нашей партии на федеральном уровне. Мелкие поправки, которые предлагаются в закон, они не принципиальны. Почему? Потому что на сегодняшний день те изменения, которые есть в программе капитального ремонта Чувашской Республики, они делаются на нездоровой основе. Не проведена техническая экспертиза состояния домов. И на базе вот этих данных сделана программа, которая, в общем, не отражает действительности. И на основании этой неверной программы идет уточнение ежегодно количества домов, которые будут отремонтированы. Числав Фикторович, прокомментируйте, пожалуйста, вопросы поездки дня сегодняшней сессии. Ну, сегодняшняя сессия, во-первых, подводит итоги исполнения бюджета республики за 2016 год и исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики за 2016 год. Это два таких закона, которые уже, значит, подводят итоги, как я уже сказал. Но есть еще ряд вопросов. Это вносятся изменения в закон о комиссии по делам несовершеннолетних. Тут право дается и муниципалитетам, и министерству в этом направлении больше прав. Числав Фикторович, а как Ваша фракция оценивает исполнение бюджета за 2016 год? Я считаю, вполне удовлетворительно, потому что никаких сбоев в социальных вопросах, прежде всего, и во многих других отраслях не было поступления, налоговое поступление было выше, чем запланировано. Я считаю, удовлетворительно исполнение бюджета за 2016 год, как республиканского бюджета, так и бюджета территориального фонда. А бюджет территориального фонда, он в абсолютном большинстве складывается из средств, выделяемых федеральным фондом. Так что федеральный фонд тоже средств на медицинское обслуживание наших жителей выделил достаточно. Софий Викторович, один из таких принципиальных вопросов нынешней сессии – это кандидатурия полномоченного по правам человека. Ваша фракция поддержит кандидатуру? Я думаю, кандидатура обсуждалась на комитете и поддержана комитетом по государственному строительству. И наша фракция кандидатуру поддерживает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!